У аэропорта оживленно. Самарские болельщики в ожидании. Самолет с российским хоккеистом должен прилететь с минуты на минуту. Болельщик Сергей Горланов за хоккейными баталиями наблюдает с детства. Вскоре мечтает, может и сам возьмет в руки клюшку. Встречаем Кубок Мира Семена Варламова. Встречаем за тем, чтобы посмотреть, сфотографироваться, увидеть его впервые в жизни, вживую. Хоккейные фанаты, поэтому мы специально для этого сюда прибыли. И вот на летном поле появился Семен Варламов с Кубком в руках. С вратарем сборной прилетели Виктор Тихонов и Борис Майоров, легенда советского хоккея. Ветераны рассказывают, победу российской команды обеспечивает сплоченность коллектива. Не какие-то там технические приемы, тактические варианты, нет. Надо сделать коллектив, вот Виктор Васильевич прекрасно это знает, коллектив, который бы мог бить соперника единым кулаком. В детском лагере «Олимп» к прибытию Кубка готовились заранее. Показать трофей публике доверили юным спортсменам. После фотосессии Семен Варламов раздавал автографы. Уже после на пресс-конференции хоккеист признался, на родину всегда тянет. Говорит, жить не может без домашних пирожков. Впрочем, всегда в форме. С самого детства. Увидел вратарскую форму, мне очень понравилось, он решил встать в ворот из-за этого. Померил, блин, померил ловушку. Щитков тогда еще не было. Просто блин ловушку померил. Мне очень понравилась вратарская амуниция и решил попробовать встать в ворот. Вне поля тоже модник. Клечатая рубашка в стиле casual, часы-свотч, милитари-кеды-гуччи. Стильное дополнение к образу Кубок чемпионов. Семен Варламов пока единственный воспитанник самарского хоккея, который добился таких результатов. Рассуждает, что нужно изменить, чтобы чемпионов было больше. Для того, чтобы хоккей начал развиваться у нас в Самаре, в Самарской области, нам нужно строить как можно больше стадионов, тренировочных катков, чтобы дети приходили, начинали кататься, учились играть в хоккей, учили просто стоять на коньках. Планы очень серьезные. Конечно, льда в Самаре не хватает. Не случайно в прошлую зиму мы сделали большое количество катков во дворах, чтобы пытаться компенсировать отсутствие искусственного льда. Но я уверен, что каждый год катки все новые и новые, в том числе искусственные, высокого уровня, будут в Самаре появляться. Еще одна остановка Кубка мира по хоккею – спортивный лагерь «Заря». Дети взяли Варламова в отцепление. Чемпион рассказал, когда был школьником и играл в команде самарского ЦСКА ВВС, тоже ездил в спортивные лагеря. О Кубке мира только мечтал. Теперь мечтает о золоте высшей пробы. До Олимпийских игр в Сочи еще полтора года. Пока все болеют за летних олимпийцев в Лондоне. Конечно, еще как. Переживаем. Здесь сидишь такой в уголке, где интернет найдешь, сколько там, сколько там, что завоевали. Все, за всем следим. Кубок пробудет в Самаре еще один день. Потом отправится по другим городам России. А Семен Варламов вернется в Соединенные Штаты и продолжит тренировки для завоевания новых трофеев. Павел Баймаков, Артем Сулайманов, Владислав Манин, Дмитрий Тарасов. ГИС События. Павел Баймаков. ГИС СОЛЬМА. 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 ГИС